МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большой строительной бригадой. Объект поручили важное здание нового кукольного театра, что на набережной. Вот последняя четвертая башенка заняла свое место. Бригада справилась, прораб доволен. Он ведь и сам когда-то начинал с рядового рабочего. Ответственность в первую очередь перед нашими горожанами, стать частью того коллектива, который трудится над такими зданиями, это вообще честь. За плечами этих ребят долгожданный диплом о высшем образовании. Нынче строительный факультет в ПГТУ окончили более 140 человек. Это специалисты в области экспертизы и управления недвижимостью, дорожной отрасли, промышленного и гражданского строительства, архитекторы, проектировщики. Нельзя не отметить, что многие из них работать по специальности начали еще в студенческие годы. Судя по всему, за своих выпускников декан строительного факультета спокоен. День вручения диплома для Дмитрия Федорова совпал еще и с днем свадьбы. Жених признается, предложение руки и сердца он сделал любимой, заранее зная, что сможет обеспечить свою семью. Я полностью уверен, что найду работу по специальности. Заявок сегодня больше, чем наших выпускников. Трудоустройство выпускников гарантировано на 100%. Сегодня заявки идут не только от строительных и проектных организаций Республики Мариэл, но и, конечно же, от разных городов Российской Федерации. Я очень благодарен правительству Республики Мариэл, лично главе Республики Леонид Регович Маркелову за то, что создал сегодня облик города неузнаваемый. И для такого маленького города создать такой архитектурный ансамбль – это, наверное, многое стоит. Строительный бум в Ешкаролее в Республике в хорошем смысле этого слова спровоцировал спрос на высококвалифицированных рабочих – каменщиков, кровельщиков, отделочников. Не говоря уже о профессиональных бригадирах, прорабах. Вот, к примеру, стройплощадка будущего центра детско-юношеского чтения. Сегодня здесь трудится около 50 человек. Новые рабочие места появляются с каждым подобным объектом. Помимо активного возведения общественных зданий, в Республике сегодня сохраняются высокие темпы ввода жилья. Так, по данным Мористата, за пять месяцев текущего года в Республике построено за счет всех источников финансирования уже более 1200 квартир. Ну а Михаил Комиссаров уже мечтает, как через несколько лет поведет в новый кукольный театр своего сына и с гордостью ему скажет – это здание строил когда-то и твой папа. Продолжение следует...